Всем привет, мои дорогие и уважаемые друзья! Я бы сегодня хотела с вами поговорить про эту замечательную породу, московскую сторожевую. Но вы скажете, ну разве это не сербернар? Нет, вы не правы, это не сербернар, а московская сторожевая. Я вам расскажу, зачем вообще вывели такую породу, московскую сторожевую. Во время Великой Отечественной войны некоторые воины и некоторые офицеры жаловались, что ваши собаки, ну жаловались они собаководам, что ваши собаки, там кто-то не умеет плавать, плохо умеет плавать, кто-то плохо умеет прыгать, кто-то плохо умеет бегать. И собаководам придумали скрестить множество пород в одну собаку. И вот что получилось. Московская стражевая. Московская стражевая течет кровь Ньюфон Ленда, русской борзой и также сербернара. Вот. Да, теперь я вам хотела бы рассказать, чем отличается сербернар от московской стражевой. У сербернара... Нет, давайте сначала про московскую стражевую. У московской стражевой, как вы видите, на носу очень много пятнышек, да? Вот. А если вы посмотрите фильм Бетховен, то там снималась собака... То там... То в Бетховене снималась собака породой сербернар. А это московская стражевая. И у сербернара, вы должны были заметить в фильме, что у него на носу весь нос белый, кроме вот тут по бокам у него пятнышки. Вот. Вот. Первое отличие. Второе отличие. У московской стражевой щеки вот здесь вот, вот тут вот более длинные. Вот. Да, да, более длинные. А у сербернара они более, как бы, короткие. И поэтому сербернаров намного чаще, намного больше слюней. Вот. Еще отличие. У московской стражевой нос более вытянутый, да? Видите? А у сербернара он более короткий, и лицо у сербернаров более кругленькое. Вот. Ну, вообще, в основном они все сербернары и московские стражевые похожи. И когда ко мне приезжают друзья, то если Тор их очень редко видел или вообще никогда не видел, то он на них начинает спокойно рычать, не набрасывается, не гавкает, спокойно рычит, он предупреждает. Вот. Ну, у меня мама с папой пока Торик обрежут, мы проходим в дом. Вот. Ну, потом потихонечку я знакомлю своих друзей с Ториком, и все становится на свои места. Недавно мы пытались, ну, вот мы уже стараемся знакомить котенка моего и Торика. Когда мы пытались его познакомить с котенком, Тор так на него посмотрел взглядом вот таким, как он сейчас на вас смотрел. Вот, посмотрел и ушел. Ему вообще было все равно. И если, в общем, в общем, эта собака спокойная, красивая, грациозная, сильная. И хочу вам сказать, что Тор еще маленький щенок. Ему скоро будет только один год. Мы его, когда нам его привезли, он был вот такой вот. Ну, да, где-то такой. Да, вот такой. Вот он был такой кусучий, такой маленький, смешной такой. Сейчас уже вымахал, такой большой, тяжелый. Московская стражевая растет вот примерно до таких размеров, ну, чуть больше. Он может еще Торик вырасти, но совсем капельку, совсем маленькую малость. Вес у московской стражевой, ну, где-то шесть, нет, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят килограмм. Вот. Вообще-то собака хорошая. И если вам вдруг родители будут предлагать какие-нибудь породы собак, чтобы вам подарили щенка, я вам посоветовала бы московскую стражевую. Это очень преданные псы, собаки. Вот. Очень часто побеждают на выставках они, они очень грациозные, красивые, как я уже говорила. Спасатели, конечно. Защитники дома. И очень смешные, игривые. Вот. Я надеюсь, что вам понравилось мое видео. Если понравилось, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И, пожалуйста, пишите комментарии к этому видео. Ну, с вами была Наташка. Натулька? Ладно. С вами была Наталья, Саба. И всем пока. Желаю удачи. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok